82-летний Александр Михайлович приехал погостить к дочери и зятю на дачу в районе Зенигорода. Отправился вместе с ними в лес на прогулку. Пройдя 50 метров, устал и направился в сторону дома. Спустя два часа зять и дочь, вернувшись домой, не обнаружили дедушку. Поиски решили организовать своими силами. Самостоятельные поиски не дали положительных результатов, и тогда близкие решили обратиться в службу 112. К поискам немедленно приступили сотрудники Одинцовской полиции, спасатели Голицынской ПСЧ-244, оперативная группа МОСОБЛПОШСПАСА, добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, кинологи и дружинники. Воздух поднялся вертолет. Поиски осложнялись тем, что у потерявшегося был ослаблен слух. При себе он не имел ни телефона, ни воды, ни спичек. Периодически срывался проливной дождь. Почти сразу стало понятно, что место, откуда пожилой человек стал действительно возвращаться, находилось значительно дальше 50 метров от дома. Лес буреломистый, и приходилось шаг за шагом прочесывать каждый участок леса. В связи с тем, что вокруг участка, где потерялся дедушка, многочисленные СНТ, он мог выйти на дорогу, дойти до какого-нибудь СНТ и, не зная дороги домой, там бродить. После дождей тропинки превратились в небольшие реки, а поляны в озера. Силами полиции во взаимодействии с муниципалитетом отрабатывались заброшенные строения, опрашивались жители, расклеивались ориентировки. Шла проверка медучреждений и вокзалов. Штаб Лиза Алерт работал в круглосуточном режиме. После трех суток поиска Александр Михайлович был обнаружен вертолетами в удовлетворительном состоянии. С глубокой благодарностью не только к правоохранительным органам, но и особенно к добровольцам поискового отряда Лиза Алерт. Глубокую благодарность и я, и мои родные. И особую благодарность представителю уголовного розыска Одинцовского района, Гересименко Екатерине, за организацию поисков, поддержку моральную в этот трудный момент. Заблудиться в чаще, к сожалению, проще, чем кажется. Лес – живой организм. Приезжая на дачу, помните, что он уже совсем не такой, каким был в прошлом году. Меняется сеть тропинок, после ураганных ветров появляются незнакомые буреломы, быстро растет новый кустарник. Не считайте себя таким уж непогрешимым следопытом. Если человек потерялся, необходимо оставаться на месте. Если есть телефон, то обязательно звоните в службу 112. И почему оставаться на месте? Потому что, когда человек пытается выйти, он не знает направления правильного, и он может попасть в природную ловушку. Допустим, он идет и видит просвет, думая, что он выходит на дорогу, либо в населенный пункт. Там будут поваленные деревья, и, соответственно, из-за этого и будет просвет. И он попадет в эту ловушку, и потом ему сложно будет оттуда выбраться. Потому что он потеряет силы, и может уже и погода поменяться, и время суток. Поэтому это очень опасно. Одинцовское управление полиции выражает благодарность всем участникам поиска. В прошлом году на территории района заблудилось около ста человек. В августе начинается грибной сезон. Отправляясь в лес, помните, кризисная ситуация может случиться с каждым. Не расслабляйтесь и оставайтесь собранным. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.